Я вам сразу расскажу свою точку зрения по Пригодному району. Будучи президентом, я снял территориальный вопрос. Наша ингушская общественность... Вообще, вы знаете, да, историю? В 1944 году депортировали чеченцев ингушей, и Пригодный район передали в Северную Осетию, и там всю республику Чеченгушей раздали по соседям. До 1934 года столица ингушской автономной области был правый берег Владикавказа. И наша ингушская общественность всегда требовала вернуть в Пригодный район и правый берег Владикавказа. Я сказал Ельцин, Борис Николаевич. 1934 год ингушей не депортировали, они просто юридику передали с одного субъекта к другому. Тут ничего не поделось, ну как Крым. Взяли из России, передали Украине. Ну что ты тут делаешь? Вот если бы сегодня была такая зацепка, как депортация русских с Крыма в 1944 году, допустим, русских депортировали, или россиян. И тогда была зацепка в России, чтобы сказать, да, был незаконный акт, и надо вернуть в Крым Россию. А вот Пригодный район, часть Пригодного района сегодняшнего, это незаконный акт, который призналось Международное сообщество. В 89-м году съезд народных депутатов СССР. Съезд народных депутатов Российской Федерации, уже при Ельцине. Все акты говорят, что депортация чеченцев, ингуши была незаконна. И та часть Пригодного района, которая была отдана в Северной Осетии, это незаконный акт. Вот о чем речь идет. Не тот большой Пригодный район, который сегодня, а ту часть, откуда нас депортировали. Поэтому ингуши стоят в вопросе, раз все сказано, что это все незаконно, ну тогда давайте вернем законность. Другими словами, вот ты, Джамаль, пришли к тебе НКВД и сказали, до свидос, теперь. Ты вот лысый, и тебя нужно, и так далее. Потом он сказал, Джамаль, извини, мы ошиблись, хоть и ты лысый, но ты очень хороший. И возвращаешь. Ты приходишь, в твоем доме, в квартире живут люди, которые говорят, нет, это моя собственность. Ты говоришь, слушайте, это мой дом, это моя квартира, я тут жил, тут мои родители, тут мои отцы, и так далее, и так далее, и так далее. Справедливо требовать? Конечно, справедливо. Как поступите вы? Я скажу, выполнять закон о реабилитации репрессивных народов и все эти конвенции, которые выполняют. Это не мое требование. Это не Аушев требует. И я не ставлю вопрос перед Северной Осетией. Это вопрос, который должен решать федеральный центр. Почему? Потому что он федеральный центр, это наследник Советского Союза. Советский Союз вот эту ошибку допустил политическую, и ее надо искать. Надо сажать за переговоры, и надо понимать, что никогда ингуши не согласятся с тем, что вот так с ними поступили, и что какую-то часть им отдали. А как вам кажется, сегодня, в нынешней действительности, эта тема может стать причиной для какого-то конфликта серьезного между ними и республиками? И в 92-м году это не было причиной конфликта. Еще раз хочу сказать, в 92-м году это сделали так, чтобы был конфликт. Нужно было кровь, чтобы сказать, вот видите, хотите говорить о передаче на каких-то там районах, вот будет кровь. А все было разыграно для того, чтобы выманить Дудаева. И в 92-м году его проблему закрыть силовым путем. И все думали, что Дудаев пойдет на помощь ингушам, так как военовский братский народ. А Дудаев сказал, это внутренняя проблема России, Чечня не вмешивается, мы независимое государство, и остался у себя в грозном. А по ингушам, живущим в пригородном районе, прошлись, и 15 населенных пунктов привели. Получается, что Кремль не трогает эти вопросы, не доживает скандалить. А еще раз хочу сказать, можно я добавлю, самое важное? Ведь смысл-то в чем? Вопрос не о границах идет. Вопрос это о собственности. Представьте, вы живете, вон там жил твой отец, за 5 километров. Там похоронены твои родные, близкие, испокон веков там жили. И они сегодня не относятся к тебе. Неправильно?